За последнюю неделю аварийность в регионе выросла в разы. В основном виновниками ДТП были нетрезвые водители. В пятницу ситуацию с ростом смертности на дорогах прокомментировал Дмитрий Костерин. На этот раз в новой должности руководители управления ГИБДД. Наиболее резонансные аварии произошли на этой неделе. Пять человек погибли под Кинишмой, трое, включая несовершеннолетнюю, в Фурмановском районе. Оба ДТП в средней степени опьянения. В Кинишемском случае водитель Волги, который управлял Волгой, находился в состоянии опьянения 1,7 промилле алкоголя. В ДТП под Фурмановым степень опьянения виновника составила 2,4 промилле алкоголя. Но своеобразным рекордсменом в этом смысле стал водитель Лады Приора. В ДТП неподалеку от Белениц. Он управлял авто практически в состоянии алкогольной комы. 2,9 промилле. Трудно говорить о чем-то, когда человек находится в состоянии алкогольного опьянения. Разметка нормальная, дорога нормальная. Все идеально. Все идеально. Все знаки есть. Алкогольное опьянение. Другого не дано. Я же вам сказал, за неделю 100 водителей. Ну куда это годится? 100 водителей за неделю. 100 водителей попались в руки инспекторов. А сколько разъезжали по улицам безнаказанно. С этой ситуацией сотрудники ГИБДД борются повсеместно. Но, как показывают последние хроники, рейды малоэффективны против пьянства за рулем. Хотя, если эти случаи не выявлять, смертей может быть еще больше. Нам бы хотелось получать еще помощь от наших жителей, как в европейских странах. Знаю, сидит он в баре. Сидит он, попил пиво, винца там и так далее. Позвоните в дежурную часть, сообщите. Выйдем меры, примем. Это спасет и вашу жизнь, и жизнь других людей. Сейчас основные надежды сотрудники ГИБДД возлагают на сентябрьское повышение штрафов. Возможно, 30 тысяч рублей станут еще одной причиной для водителей не садиться за руль под градусом. Но, как показывают недавние аварии, в такой степени опьянения человек вряд ли думает о деньгах. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.